Всем привет, с вами Алекс Ки. Это мой обзор новогодних елок в городе Казани. Как и в прошлом году, возле ипподрома стояла такая же елка, ничем не отличающая, только единственные надписи они сменили на 2018 год. Очень порадовал импровизированный концерт возле кабана. выступал Рафаэль Якуков и другие местные исполнители. Очень понравилась зажигательная песня, ну и вообще очень подняло настроение после окончания рабочего дня. Вот новогодняя инсталляция возле консерватории Казанской мне не очень понравилась. Лучше намного любили елки, украшенные возле Сувар Плаза. Они там, тем более настоящие, живые, их постоянно каждый год украшают и выглядит очень красиво. А вот в этот новый год в парке тысячелетия вообще никакой инсталляции не могу не установить. Возле гостиницы Тарстан у нас шарик от Сбербанка. И вот что поразило больше всего, 31 января, самая новогодняя ночь, на дворе было уже, наверное, часов 7-6. Но основная центральная елка, которая переехала в этот раз от Акиата, была не подсвечена, хотя в нашей широте темнеет довольно-таки рано. А вот порадовала своим убранством наш город, очень красивая набережная. Также мне понравилась очень новогодняя елка у Докахини. Помимо шарика в гостинице Татарстан, Сбербанк также установил инсталляцию после своего отделения на улице Петербургской. И я еще посетил парк Черное озеро. Я там обратил внимание, что для детей оборудованы горки. Также имеется детская площадка, на которой большое количество детей веселится. И рядом с площадкой также установлен информационный щит. Тоже очень радует этот момент. Ну и центральная елка в этом парке, очень красивая. Елки также в этом парке имеется вот такая вот световая инсталляция. Напоминает большую люстру. Большое количество людей делают селфи на фоне этой люстры. Также просят сфотографировать своих близких. И вообще в этом году у нас была проведена такая программа, как зима в парке. Очень интересная. И на территории парка также располагается очень большой каток. Но так как с погодой не совсем повезло. Выпал только недавно снег. Его не успели почистить. Но судя по фото и видео в инстаграме можно судить, что этот каток очень многим горожанам очень понравился. И также обратил внимание то, что в парке Черного озера есть большое количество различной полезной информации. Вот, например, про Льва Николаевича Толстого. уходя из этого парка, мне по дороге встретилась вот такая вот собака. Удивительно, что это вообще собака. Мне показалось, что это какой-то снежный баран. Вот она гуляет, значит, по парку, зазывает всех в новогодний хоровод. И также эта собака просит всех прохожих помочь ей, чтобы прохожие помогли найти ей все Деда Мороза, потому что после Нового года все Деда Мороза потерялись. можно даже погладить. Здесь я оказался не случайно. После Нового года у вас потерялись Деды Морозы. И у меня задача найти их и вернуть домой. А я думал то, что у Деда Морозов нет братьев-близнецов. Оказывается, они есть, возможно, их несколько. Ну, а если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok